Номер три. Здрасте. Надеюсь, меня видно и слышно, и я сейчас веду репортажи с шоколадницей на этих прудах. Подождите, пожалуйста, что вы меня видите и слышите, и я хочу рассказать вам о событиях 25 и 26 июня. Все началось с того, что 25 июня движение общежития Москвы, известная организация, которая решает проблемы людей, которых усиляет от общежитий, отправилась в приемную президента, что на ринге 23 с целью подать заявление и потребовать немедленно общения с представителем администрации президента. К ним вышел один из представителей, который объявил, что в понедельник у них выходной, и что они могут пообщаться в среду в два часа, за чего они в итоге договорились. Тем временем выясняется, что движение общежития Москвы ширится, к нему присоединяются Псков, Красноярск и другие. Такое желтое, потому что такое освещение в шоколаднице. Вот. Это что касается движения общежития Москвы. Их собрало 30 человек, и если понадобится, они готовы оставаться у приемной президента, пока представители не включат и начнут решать их вопросов. Напомню, что эти люди сидели все время на Купай Мэрии, у них вроде довольно многое получилось. То есть, долго им будно, потому что Риджи. Дальше мы, еще после этого, на Пушинской площади прошел пикет в поддержку многодетной матери Любови Меркеевой, которая держит голодовку уже в течение 10 дней, требуя, чтобы в исполнении статьи 40.3 Конституции Российской Федерации ей разрешили вместе, собственно, своих детей встать на учет, встать в очередь на квартиру. У нее очень много детей, а статья 40.3 говорит о том, что государство обязано предоставлять малым, очень многодетным и так далее жилища. Вот. Ну, также вечером на Купай Цветной должно было быть собрание, но его не произошло. Должно было проводить Ирена Васильева, чтобы определить, где будет настоящий крутой лагерь без ФСБшников, как заявила Ирена Васильева. Но никто не пришел, потому что пришла дезинформация, что якобы собрание доживает на Пушкинской площади. Ну, это один из таких неудачных моментов. Я думаю, что Ирена Васильева проведет собрание завтра, как уже говорили, как было говорено ранее, на Цвет-Ноблеваре теперь это уже точно будет. Надеюсь, что я туда попаду. Ассамблея у нас вчера не получила, потому что собралось мало народа, мы просто мило поболтали. Сегодня, собственно, первое, что подошло, это был отключен забота Вадим Дергачев. И также Дергачев заявил о том, что нам необходимо продолжать процессные акции. Знаешь, я считаю, что нас говоришь свое, но не понял, это комплимент или нет. Дергачев заявил, что нам нужно продавать процессные акции, в том числе предложил массовые оппозиционные гуляния по вечерам и по ночам, используя опыт Южно-Корейской революции. Так или иначе, это довольно хорошая идея, после чего мы отместили собрание Дергачева завтра, а уже к вечеру, во-первых, на Пушской площади были пикеты в защиту Фодорковского, на которых Женя попал. Дело в том, что Фодорковский сегодня день рождения, ну и сегодня, я думаю, около 40 человек собралось у здания телеграфа на Тверской. Это Тверская Семь. И отправили поздравительные телеграммы в корейскую колонию, где отбывает наказание Фодорковский. Люди отправили самые разные телеграммы и говорили, звали Фодорковского, стимулы политзаключенных, желая ему стойкости, мужества и так далее. Вот. Что же касается... Там еще было огромное количество сотрудников полиции. Для такой акции целый КАМАЗ ОМОНа. В общем, это выглядело довольно-таки ужасно. Вот. Ну да, еще на телеграфе было совершенно замечательно. Есть видео у меня на Ютьюбе троллинга телеграфа. Просто посмотрите, там такая забавная бабка за Путина. Вот. Что у нас будет завтра, я пока не знаю. Если завтра ничего интересного не будет, возможно, я даже съезжу в Жуклес. Давно там не был. А, да, нет, нет, что что. Завтра днем с жития Москвы идут еще раз первые президенты. Вечером собрание Елены Васильевой. И большая ассамблея. Вот. Естественно, все это я постараюсь оттранслировать. Я надеюсь, что у нас получится все это увидеть завтра. Ну и если у вас есть какие-то ко мне вопросы, то я готов на них ответить. На самом деле, заготавливать вопросы можно даже заранее. Я все равно вижу чат. И чем больше вопросов, тем лучше, иначе проходит довольно большое время между моим, собственно, включением и... Ну, в общем, у меня же вотклик довольно долгий, насколько вы помните. Что там с деньгами? Ну, все проголосовали за то, что мне нужно выдать. Наверное, этот вопрос решит большая ассамблея, надеюсь. Если большая ассамблея не решит вопрос, то его не решит никто. Вот. Ну, а что касается денег, сейчас у меня порядка тысячи-двух тысяч, я нужно, чтобы купить нетбук. Проблема заключается в том, что у нас... Не, не присылали денег пока что, а у меня роли 500 уходят на жизнь в день, так что нетбук опять отдаляется. Как мне сегодня... А, да, сегодняшняя ассамблея, как я не успел высказать, она привела в порядок все-таки группы на фейсбуке, и теперь она за ассамблеей будет удобно наблюдать на фейсбуке, а с Юрия стартует новый проект, и все будет здорово. Как мне сегодня, но трех, конечно, довольно много, но этот вопрос решается, мы уже можем хотя бы что-то обсудить. Это хорошо. Меньше того кашля, это радует. Спасибо, я кашляю теперь только, когда курю, и то очень редко. Давтра большая ассамблея будет, конечно же, на чистых трудах. Я не знаю, будет ли шанс на ассамблея просто под деньгам, я, скорее всего, не буду его поднимать. Я не люблю поднимать такие вопросы. Вот. Еще какие-то вопросы у вас есть? Я по-прежнему ожидаю ваших других вопросов. Я подумаю, подожду еще пару минут, пока у вас будет что-то спросить. Дело в том, что мне нужно довольно быстро двигаться, потому что мне придется ехать с пересадкой, а переход прекращается как бы в час ночи. Вот. Пардон? Ну, кто думал, твиттер Навального? Ну, вероятнее всего, либо что-то, хайкер хэлп, либо человек, который на него очень похож, или хочет под него косить. Либо это оперативник следственного комитета, который довольно удачно воспроизводит орфографию и в лексику хакера хэлла. Бибмани это хорошо, я выводы с них, наверное, буду осваивать, как можно скорее, потому что это один из вариантов. Да, метро скоро закроется. Погуглите хакер хэл, господи. Я не знаю, стоит ли ему верить. Хэл работает на... Хэл не работает на власть? Что? Хэл не работает на власть? Не смешно. Даже не смешно. Ладно, я еще раз напомню, что независимо от решения Ассамблеи, мне нужно порядка сейчас пары тысяч рублей на то, чтобы приобрести нормальный нетбук. Я очень сильно надеюсь, что вы мне с этим поможете. Желательно, стоит конденция, потому что мне это время не другие кошельки использовать. Итак, давайте все-таки... Ну... Не знаю, какого черта дошлешь, я долго говорил, что я еще не освоил вывод других кошельков. Скорее всего, этим займусь в ближайшее время. Вот. Ладно, я думаю, что это все. Все-таки какое-то содействие мне, конечно, желательно оказать в ближайшее время. Где Рома помощь, я не знаю, в Твиттере он что-то пишет. Ну, я еще раз очень рад тому, что меня поддерживаете, что вы смотрите, приходите на Ассамблеи. И приходите на другие акции протесты, на прочие мероприятия. Я думаю, что это того стоит. Выходите на улицу своих городов, хотя бы даже за батоном. Нужно делать все, нужно оказывать любое давление на власть. Не думайте, что протест какой-то стыд, никуда он не упал. Если до осени мы будем оказывать серьезное давление, то тем больше вероятность, что осенью рухнет все. Хороший день за этого слова. Давайте. Всего хорошего. Я буду ждать встреч с вами завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok